По вашим прогнозам, каким ожидается этот летний сезон? Он будет лучше, надеюсь, чем прошлый или же нет? Мы все знаем, что прошлый сезон, в силу определенных причин, известных всем, для такой отрасли экономики, как туризм, был очень печальным. Поэтому туризм Алтайского края не досчитался почти полтора миллиарда рублей. И для того, чтобы восстановить объемы этой отрасли, по оценкам экспертов, понадобится от одного до четырех лет. Восстановление займет годы, и вот в этом году наверняка еще будет немало сложностей. Какие из них ключевые, что еще предстоит преодолевать? Во-первых, преодолевать приходится последствия, с которыми сталкивается большинство из наших коллективных средств размещения. Это снижение туристического потока. И для того, чтобы возродить его или вернуть на прежний уровень, я отмечу, что по итогам 2019 года количество туристов, приехавших в Алтайский край, составило более двух миллионов человек. Нам предстоит, конечно же, проделать достаточно большую работу. Поэтому мы сейчас достаточно активно включаемся во все государственные программы, которые предлагает нам правительство Российской Федерации. Это и программа туристического кэшбэка, которая достаточно активно работает у нас в регионе, и она востребована. В ней участвуют более 28 коллективных средств размещения Алтайского края, санатории, и более 100 туроператоров в стране предлагают Алтайский край в качестве направления для путешествий. Мы сейчас также достаточно активно включаемся во все государственные программы, кроме туркэшбэка, которые нам предлагаются и которые доступны. Помимо включения в различные государственные программы, как изменилась все-таки тактика продвижения? Наверняка пандемия тоже сыграла свою роль, и сейчас вы делаете ставки, возможно, на какие-то другие задачи, функции. Расскажите подробнее. Если говорить о продвижении, то сегодня мы приглашаем гостей в наш регион, используя один очень понятный всем слоган. Алтайский край – все настоящее. У нас настоящая история, у нас настоящая экология, у нас настоящие продукты, настоящие приключения. У нас все действительно настоящее. Конечно, есть какие-то особенности, которые от сезона в сезон приобретают большую популярность. В этом сезоне, например, мы отмечаем такой тренд на повышение интереса к гастрономическому туризму. И мы к этому готовы, потому что на территории Алтайского края проводится достаточное количество фестивалей и праздников, посвященных гастрономии, где гости могут попробовать удивительные, уникальные наши гастрономические специалитеты. Например, суп с крапивой или блины из лопуха и так далее. То есть не каждый регион может позволить и может похвастаться таким разнообразием гастрономических особенностей. Сегодня наши санатории, ведущие, предлагают достаточно популярную программу по постковидному восстановлению и реабилитации. Очень много жителей европейской части страны и с Востока интересуются этими программами и уверен, что они будут очень востребованы. С точки зрения туров и туристических событий, какие новинки нас ожидают в этом году? Каждый практически туроператор, каждая турфирма предлагает тур по запросу. То есть в соответствии с вашими интересами, с вашими финансовыми возможностями представители бизнеса готовы сформировать тур, который поможет вам реализовать все ваши планы. Ну а что касается праздников и фестивалей, то действительно этот сезон, наступающее лето будет очень активным. Мы планируем, надеемся, что все наши задуманные мероприятия состоятся. Безусловно, мы отмечаем, что все праздники и фестивали мы проводим с соблюдением всех норм Роспотребнадзора, то есть это и социальное дистанцирование, и обязательное ношение масок в публичных местах, это использование санитайзеров и много-много того, что делает наши праздники, наши мероприятия безопасными для их участников. Праздник цветения моральника, который мы открываем в наш летний туристический сезон. Не могу не сказать о втором этапе Кубка мира по гребле на Байдарках и Кануэ, который состоится в конце мая в городе Барнауле. Это событие мирового масштаба, и действительно их в России в этом году пройдет очень немного, можно пересчитать по пальцам. И очень здорово, что Алтайский край принимает элиту мирового гребного спорта у себя. Хочу сказать о новинках. В конце июля мы приглашаем всех любителей бардовской авторской песни на большой фестиваль, который состоится тоже на туркомплексе «Бирюзовая Катунь». Это будет фестиваль в формате open-air с палаточным лагерем, где можно почувствовать, насладиться вот этой замечательной атмосферой подобных фестивалей под открытым небом. Отмечу также, что мы планируем в начале августа провести полюбившуюся, уже и ставшим традиционным, фестиваль «Because of the Beatles», где любители знаменитой ливерпульской четверки собираются со всей России и кайфуют, наслаждаются, слушая творчество этой группы. Впереди у нас много также и деловых мероприятий, которые мы планируем провести до конца года. Это и чемпионат по массажу, это деловые форумы. Поэтому мы сегодня очень активно включены вот в это событийное движение и уверены, что это даст свои плоды. Насколько большого наплыва туристов вы ожидаете? Планируем, что по крайней мере количество туристов, которые захотят приехать в Алтайский край, будет не меньше, чем в позапрошлом году. И сегодня вот эта динамика бронирования места, она подтверждает большой интерес к Алтайскому краю, как к дестинации безопасной для туристов. И сегодня у многих наших ведущих коллективных средств размещения глубина бронирования составляет уже 3-4 месяца. Это хороший знак, это хороший показатель. И мы надеемся, что наступающий летний туристический сезон мы пройдем с позитивом, с замечательным настроением. И как можно больше туристов приедут к нам в регион и узнают его таким, каким любим его мы, гостеприимным, очень теплым, ярким, полным прекрасных событий и эмоций. Спасибо большое. Спасибо.